Привет всем дорогие друзья и прочие граждане! По поводу масочного беспредела Много умников что-то разъясняют, ходят вокруг да около Но главного, что никакого режима повышенной готовности нет, так никто из них и не сказал То ли из страха, то ли из юридической слепоты Поэтому я решил обратиться к вам Потому что кто-то должен разъяснить людям, как бороться с появившейся в нашей стране экстремистской организацией масочников Особенно с теми членами этой организации, которые носят полицейскую форму И превышая полномочия, пытаются тиранить соотечественников Незаконно подвергая их административным задержаниям и административной ответственности Любимые ухищрения этой группы экстремистов Это фальсификация и незаконное привлечение по статьям 19.3, 20.6.1 КОАП Некоторых любителей тиранить сограждан, применявшие статью 19.3 Уже ждет путешествия в места лишения свободы Тем же, кто применял эти статьи, но еще не на скамье подсудимых Нужно помочь сесть на нее и затем отправиться в места лишения свободы Именно поэтому, увидев видео с преступлениями экстремистов, носящих полицейскую форму, я решил обратиться к вам Также, я пока не встретил ни одного адекватного решения со стороны граждан О том, как привлечь экстремистов-масочников в полицейской форме к уголовной ответственности Почему я в форме милиционера, которая более 12 лет висела в шкафу? Потому что обращаюсь к вам, как государственный служащий на пенсии Почему бывший офицер спецназа заканчивал службу в милиции? Узнаете из моего монолога, если досмотрите Итак, начнем с ситуации, когда лицо в полицейской форме демонстрирует явное намерение по причине отсутствия у вас маски Внушить вам страх, угрожать вам, что применит физическое насилие Или также с целью применить физическое насилие Если вы не подчинитесь требованиям этого мелкого террориста Мелкого, потому что террорист не угрожает убийством, а только физической расправой Что вы должны делать, когда есть угроза такой ситуации? Во-первых, напоминаете этому лицу, что оно обязано вам представиться Отдать честь, приложив руку к козырьку, так как оно служит вам Показать удостоверение, согласно статье 5 закона о полиции Требующей от сотрудника соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина В это время начинаете вести видеофиксацию Во время которой также снимаете удостоверение данного сотрудника В случае попытки отказа софиксировать на видео удостоверение Предупреждаете сотрудника, что он нарушает закон о полиции Статью 8. Открытость и публичность В которой сказано, что деятельность полиции является открытой для общества Также разъясняете, что служебное удостоверение не его личное имущество А принадлежит государству, которое может в любой момент изъять его Что вы имеете право на обозрение этого государственного имущества Что согласно статье 27 закона о полиции Основные обязанности сотрудника полиции заключаются в том, что он обязан знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации Законодательные правовые акты и обеспечивать их исполнение Может выявиться, что удостоверение просрочено Тогда вы незамедлительно звоните либо на горячую линию Либо в областную ГУВД о выявлении нарушения части 4 ст. 10 закона о службе в органах внутренних дел И сообщаете о действиях лица с признаками преступления присвоения должностных полномочий Статья 288 УК Требуйте, чтобы прибыл наряд для задержания данного лица Если с удостоверением все нормально После обозрения удостоверения выясняете, по какому вопросу данное лицо к вам обращается Здесь мы и устанавливаем, с кем имеем дело Если с мелким террористом-экстремистом-масочником То действуем по следующему алгоритму Экстремист применит свое ухищрение и потребует предъявить ему документы, удостоверяющие вашу личность С целью привлечения вас к административной ответственности по ст. 20.6.1 Вы потребуете от экстремиста зачитать статью 1.5 КОАП РФ в презумпции невиновности Статью 2.1 Административное правонарушение И статью 2.2 Форма вины Затем часть 1 статьи 20.6.1 Возможно, экстремист откажется со словами Что он не собирается обсуждать с вами статьи КОАП Якобы он их знает В ответ вы напоминаете ему Что он обязан доказывать вину в порядке, установленном главой 26 КОАП И далее требуете от экстремиста озвучить В чем он усмотрел вашу вину Экстремист повторит свое привычное заклинание О том, что вы находитесь без средств индивидуальной защиты В общественном месте, чем нарушаете пункты 3А, 4В, 4Г Правил, установленных постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года Номер 417 С его слов получается, что вы совершили три правонарушения Требуйте под видеозапись прокомментировать В чем состоит вина за каждое правонарушение Разъясните ему, что он обязан это сделать Так как правила поведения обязательны для исполнения граждан При введении режима повышенной готовности Потребуйте ответа от экстремиста-масочника Кто вправе вводить режим повышенной готовности Естественно, масочник попытается ввести вас с заблуждением репликой Что некое лицо, замещающее должность главы администрации области В быту, называемое губернатор Ввело этот самый режим Объясните масочнику, что он не ответил на вопрос Его спросили, кто вводит режим повышенной готовности Масочник ответит, что его вводит некое лицо, называющееся губернатор Тогда вы зачитываете экстремисту-масочнику Статью 11 Федерального закона номер 68 О защите населения и территорий От чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Часть первой этой статьи Пункт М Полномочия органов государственной власти Субъектов Российской Федерации И органов местного самоуправления В области защиты населения и территории От чрезвычайных ситуаций Вот о чем она гласит Режим повышенной готовности или чрезвычайных ситуаций Для соответствующих органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения И ликвидации чрезвычайных ситуаций Вводят органы государственной власти Субъектов Российской Федерации Задаете вопрос экстремисту-масочнику Является ли должностное лицо Неофициально называемых губернатор Органом государственной власти субъекта Или это лицо является всего лишь Одним из членов этого органа Возможен вариант, что масочник ответит вам Что член этого органа является органом государственной власти Тогда вы ему разъясняете Что Верховный суд так не считает И в постановлении от 13 августа 2020 года Номер 1 АД 20-1 Разъяснил, что это Должностное лицо Не является органом государственной власти Это лицо всего лишь работник В органе государственной власти А поскольку орган государственной власти Субъекта режим повышенной готовности Не вводил То и правил поведения Обязательных для исполнения гражданами И организаций при введении Режима повышенной готовности Никто не обязан соблюдать А это значит, что события правонарушения отсутствуют Еще это значит, что для данного должностного лица Его обращение к гражданину Можно закончиться Сообщением в управлении собственной безопасности МВД Служебной проверки И всеми вытекающими из этого последствиями А должностное лицо, называющееся губернатор В ближайшем будущем Будет нести ответственность за превышение полномочий И другие преступления Предусмотренные Уголовным кодексом Более-менее разумный экстремист Получив эту информацию к размышлению удалится Теперь перейдем к случаям Когда Масочник откровенный коррупционист Дерзкий Демонстративно наглый Угрожает применению физического насилия И даже применяет его Угрожает временно лишить вас свободы И пытается это сделать Фальсифицируя неповиновение Его якобы законному требованию И немного отступлю И кое-что разъясню Я являюсь ветераном боевых действий Ранее я служил в спецназе В котором у меня была специальность диверсанта Я был взрывник После ранения решил Что универсального солдата из меня не получится И уступил место молодым Чтобы они боролись на передовой с терроризмом Я же имея специальность психолога Буду бороться с криминалитетом Который пытается проникнуть в органы внутренних дел И с коррупционистами Которые уже проникли Первым мы давали отворот-поворот А вторым избавляли органы После проведения служебных проверок Когда изобличенные преступники Пытались оправдываться перед нами Что они были при исполнении Служебных обязанностей Мы разъясняли этим субъектам Что исполнение ими служебных обязанностей Закончилось в момент совершения ими преступления С этого момента они уже не сотрудники А граждане-преступники-правонарушители В отношении которых, кстати, произвести гражданское задержание Может любой сознательный гражданин Теперь продолжаю Вы обязательно ведете видеофиксацию Экстремист-масочник угрожает вам Что за неповиновение его якобы законному требованию К вам будет применено физическое насилие После чего вас ограничат в свободе Доставят куда-то А после вы еще будете наказаны По статье 20.6.1 и статье 19.3 В этом случае вы спокойно объясняете Экстремисту-масочнику Что неповиновение может оказывать только виновный Чья вина установлена Ключ Слово вина Без вины предъявлять требования гражданину Сотрудник под угрозой уголовного наказания Не должен даже и пытаться Далее Все по тому же алгоритму Разъясняет ему Что сотрудник имеет право обратиться К гражданину только в случае совершения им административного правонарушения Признаком административного правонарушения По статье 20.6.1 Является невыполнение правил поведения При введении режима повышенной готовности Ключевое условие здесь Наличие режима повышенной готовности Который полномочен ввести только орган Государственной власти субъекта Российской Федерации Далее Задаете вопрос Является ли член этого органа Называемый губернатором Органом государственной власти Разъясняете Что данный субъект Не является органом государственной власти А всего лишь его работником Который не может вводить режим повышенной готовности И который превысил свои полномочия Так как уполномоченный орган Режим повышенной готовности не вводил Значит никаких претензий по нарушению правил Сотрудник предъявлять не может Возможен вариант Что террорист Масочник демонстрирует Твердое намерение составить на вас протокол И упрямо твердит заклинание Что вы можете обжаловать его действия Разъясняете масочнику Что действия преступников Не обжаловаются Что в отношении него Будет передано сообщение о преступлении Если масочник продолжает Свои преступные действия То передайте сообщение В главное управление внутренних дел А теперь самый нежелательный вариант Террористов, экстремистов, масочников много Они озлоблены Вызывающие агрессивны Имеют при себе огнестрельное оружие На замечания и законные требования граждан Прекратить преступления не реагируют Применяют насилие в отношении потерпевших Производят незаконное задержание В этом случае также ведем видеофиксацию Сообщаем ближайшие органы внутренних дел О совершении преступления Просите немедленно прислать следственную оперативную группу Усиленную сотрудниками Росгвардии Например, в неведостной охране Или нарядом ППС Для задержания и обезвреживания На месте преступников в полицейской форме Превышающих должностные полномочия Параллельно сообщаете об этом В Главное управление Министерства внутренних дел Требуете прибытия на место преступления Оперуполномоченных сотрудников Управления собственной безопасности Далее, по возможности Следуйте за транспортным средством преступников До места, куда они доставляют потерпевших Сообщаете об этом в Главное управление Ожидаете на месте Следственно-оперативную группу И Оперуполномоченных управлений собственной безопасности По прибитии следствия оперативной группы и сотрудников ОСБ пишите заявление о привлечении к уголовной ответственности Может быть еще один случай, когда в отношении преступников возможно произвести гражданское задержание Это когда эти преступники не имеют при себе огнестрельного оружия, когда их немного, а граждан много И они, граждане, в состоянии блокировать их, не дать возможность преступникам уйти с места преступления В этом случае также ведется видеофиксация Вызывается следственная оперативная группа Преступники и потерпевшие остаются на месте преступления до прибытия следственной оперативной группы В случае, если преступники попытаются скрыться, оставив потерпевшего на месте преступления Необходимо успеть произвести процедуру идентификации преступников То есть необходимо сделать отчетливые снимки их нагрудных значков Их лиц без масок Государственные номера служебного транспортного средства, на котором они попытаются скрыться И если это возможно, желательно зафиксировать служебное удостоверение И оставаться вместе с потерпевшим на месте преступления до прибития следственной оперативной группы После чего подать заявление в сообщение о преступлении В случае, если преступник отказался называться, прячет значок, препятствует идентификации, прячется под маской А служебном автомобиле при нем не находится, можно, не применяя к нему грубое насилие, попытаться временно изъять его значок, чтобы считать номер, затем вернуть его Хочу еще обратить внимание на то, что необходимую оборону никто не отменял В мое время, а я служил при Нургалиеве, таких случаев было очень много Граждане даже задерживали оборотней в погонах Поэтому неважно, кто нападает на вас, человек в форме или в гражданке Если посягательство этого субъекта на вашу жизнь, здоровье, свободу противозаконно То применение к нему физической силы в пределах необходимой обороны с вашей стороны будет вполне законным Когда вы невиновны и защищаете свое право на свободу, жизнь и здоровье Инкриминировать 318 статью вам невозможно Однако, при необходимой обороне всегда нужно осознавать степень опасности Если преступник в полицейской форме вооружен огнестрельным оружием А вы не являетесь подготовленным сотрудником спецназа и госслужащим, а просто гражданин То лучше предпринять другие способы разрешения ситуации Потому что преступник наверняка применит огнестрельное оружие против вас И затем будет оправдываться, что вы пытались завлатить табельным оружием, которое ему выдало государство Итак, я рассказал вам, как нужно действовать в экстремальной ситуации О том, как действовать после того, как вас уже оформили По статье 20.6.1 или по статье 19.3, я думаю, рассказывать не нужно Нужно просто написать заявление, сообщение о преступлении по статье 286 Уголовного кодекса И по статье 303 части 1 Уголовного кодекса Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении Должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях Либо должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях То есть мы будем привлекать к уголовной ответственности должностных лиц Органов внутренних дел и должностных лиц судебной системы Добавив к этому еще статью 305 Уголовного кодекса Заведово неправосудное решение Таким образом мы будем чистить наше общество от коррупционеров Когда-то Лаврентий Павлович, назначенный Сталином наркомом МВД Очистил органы государственной власти от преступников Которые во время Ежовщины незаконно репрессировали невинных людей Все преступники, убивавшие раньше невинных, сами были убиты, расстреляны В наше время несоразмерное вине расстреливать пособников врагов народа Мы будем их садить на скамью подсудимых и отправлять в места лишения свободы И каждый из вас, кто заявит на подобного, может почувствовать себя и обвинителем, и народным комиссаром Спасающим нашу родину от диверсии врага Еще прошу потерпеть меня пару минут, так как для некоторых то, что будет сказано, будет очень важно Когда-то, будучи психологом у МВД, я читал лекции перед аудиториями сотрудников Сейчас я прочитаю небольшую лекцию, в том числе для сотрудников полиции У которых еще не развелась пандемия умственной осталости О бесполезности масок, особенно днем при свете Остатуси сотрудника, статуси фигуранта, называемого губернатором и остатуси граждан Так вот, как вы думаете, почему в операционных по умолчанию не может быть вирусов? Поясню Потому что помещение обрабатывается ультрафиолетом Искусственный ультрафиолет за секунды убивает любой вирус Медицинские работники во время операции носят маски только лишь для того, чтобы защитить оперируемого от брызг своей слюны Которая может попасть в рану при ведении профессиональных переговоров между работниками во время операции Медицинская маска, пропускающая частицы от 3 микрон и больше, не защитит от вирусов размеров от 0,04 микрон до 0,1 микрон Возвращаемся к ультрафиолету В дневное время на открытых солнечному свету пространствах даже в пасмурный день ультрафиолет Который так же как и искусственный уничтожает вирус за секунды Поэтому на улице днем заразиться вирусом на открытом солнечном свету пространстве невозможно Поэтому полицейский, не потерявший здравый смысл Не изображайте из себя посмешище, разгуливающее в маске Тем более, что статья 8 закона о полиции запрещает вам скрывать свое лицо Также хочу разъяснить вам, что ваш статус должностного лица Федерального органа исполнительной власти Находится выше статуса должностного лица органа власти субъекта федерации Касаемо фигуранта, называющего себя губернатор, разъясняю Что это лицо не обладает особым статусом, поэтому привлекать к ответственности административной и уголовной данного фигуранта может даже сотрудник в звании младшего лейтенанта Органа внутренних дел, проходящий службу в отделе дознания или в следственном отделе Поэтому сотрудник Федерального органа власти не обязан подчиняться лицу, служащему в субъекте Наоборот, должностное лицо субъекта обязано подчиняться должностному лицу Федерального органа власти Усвоите это, уважаемые сотрудники Не позорьте министерство, созданное человеком, имеющее право суверенно Касаемо фигурантов, называющихся губернаторами Разъясню, что на федеральном уровне официально такой должности нет Появилось это самозвание благодаря одному блаженному, царство ему небесное Этого блаженного при Ельцине выбрали главой администрации Блаженный захотел, чтобы его назвали губернатор Затем бил челом перед областным собранием, чтобы на региональном уровне подыграли и узаконили самозвание Остальные главы администрации, глядя на этого блаженного, даже не удосужились выпросить разрешение у областного собрания Чтобы присвоить себе это самозвание Они сами себя так назвали, став самозванцами Губернаторами при отсутствии губерний Так вот, обращаясь к фигурантам и разъясняю В нашем государстве такой должности нет Когда-то в царское время были губернии и генерал-губернаторы, назначаемые монархом Они обладали гражданской и военной властью Полномочия царских генерал-губернаторов и ваши полномочия, прислуги, находящиеся в услужении у народа, вашего хозяина, несравнимы Мы живем не в монархии, а в советской России Какая бы у нас ни была жизнь, но де юра страной до сих пор управляют советы На местах это советы народных депутатов В высшем эшелоне это совет федерации Монархия в нашей стране была юридически прекращена суверенным монархом добровольно В пользу власти народа В результате этого юридического действия права суверены перешли к председателю народного собрания Ульянову Ленину Ленин, получив право суверена, дал равное право хозяина государства всем гражданам нашей страны Теперь, касаемо граждан и власти Согласно проекту Конституции 1993 года, народ является источником власти По определению, источником власти является сила Так вот, народ – это сила, являющаяся источником власти Кроме того, согласно действующей Конституции Советской Федерации и Советской России Народ, который является силой и как источник подпитывает власть, является хозяином власти Власть принадлежит народу. Власть – слуга народа, покорная его воле. Прислуга в лице глав администрации, фигурантов-самозванцев, называвшихся губернаторами, не может указывать что-либо своему хозяину – народу. Поэтому к этим фигурантам будет применено уголовное преследование за превышение полномочий служащего администрации субъекта федерации. Я прошу всех, кто пострадал от полицейских, забывших о чести и статусе сотрудников федерального органа, действующих как соучастники, исполнители, выполнявших преступные указы и распоряжения должностных лиц, которые по статусу ниже их, инициировать в отношении этих сотрудников МВД привлечение к уголовной ответственности. Как минимум по части 1 статьи 303 УК РФ. Если в совокупности вы инициируете и другие статьи, в том числе 286 УК, то я это только приветствую. Прошу блогеров перезалить этот ролик, довести его дома с всплывающими текстами и распространить его как можно больше. Я как бы уже объяснил, что я не блогер, не умею я монтировать видео. Если есть возможность, доведите эту информацию в более воспринимаемом виде, как специалисты видеомонтажа. На этом пока все. Следующий ролик я посвящу тому, как бороться с адептами секты масочников, ведущими подрывную деятельность в сфере обслуживания населения продуктами питания и покушающимися на право на жизнь. В том следующем ролике вы узнаете, как привлекать злостных адептов этой секты к административной и уголовной ответственности. Для особо стервозных адептов этой секции готов букет полицейских статей. Как минимум это 20.1 КОАП «Заглубление и оскорбительные приставания в общественном месте», 330 ОК «За отказ в доступе к жизненно необходимым продуктам питания». В случае, когда стервозная адепт секты сама вызвала полицию, то ее ждет статья 19.13 «Заложенный вызов», а если написала заявление, то еще и 17.9 «Заложенные показания свидетеля». Также адепты и владельцы продуктового магазина ждут еще пара-тройка Роспотребнадзоровских статей. Это как минимум 14.8 часть 2 и 14.8 часть 5. До свидания, честь имею. Если тебе понравилось это видео, поддержи нас лайком, репостом, комментарием и подпишись на наш канал. У нас будет еще много полезных видео.